Знаете ли вы что-нибудь о телефонном мошенничестве? Ну, конечно же, да, ответите вы. Такой же ответ дадут и ваши знакомые, и знакомые знакомых. Наверное, в наше время трудно найти тех, кто ни разу не слышал об этом понятии. Приходят смс-ки насчет того, что там нужно положить деньги на телефон, там, якобы от других знакомых. Много чего предлагают. Потом говорят, что какие-то кредиты на нас висят, которых не существует и нет. Я просто с ними не общаюсь, не разговариваю. Мошенники, да, присылают. Приходите в офис Билан, вам такой-то пришлют денежный приз. Когда приходишь в офис Биланский, они говорят, что это мошенники, подключенные, говорят, из Москвы. С одной стороны, все о телефонном мошенничестве слышали и знают. С другой, жертв мошенничества меньше не становится. По словам представителей полиции, преступники изобретают все новые и новые способы отъема средств с использованием телефона у доверчивых граждан. Но при этом всегда ориентируются на человеческую психологию. Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы. Это беспокойство за близких и знакомых. Беспокойство за свой телефонный номер, счет в банке или кредитную карту. Желание выиграть крупный приз. Любопытство от желания получить доступ к СМС, звонкам других людей. Столкнулись с попыткой мошенничества и мы. На мобильный телефон одного из сотрудников телеканала «Пилот» пришло СМС-сообщение, в котором говорилось, что списание на сумму 12 тысяч прошло успешно. Начало СМС содержало цифру 900, имитируя списание средств с карты Сбербанка. А в конце был указан номер мобильного телефона, по которому можно было уточнить информацию. Мы позвонили на него со стационарного телефона. В первые полторы минуты разговора полная имитация автоответчика Ростелекома, после чего оператор на противоположном конце очень упорно пыталась выяснить, в каком именно банке оформлена карта. Корреспондент не сдавался и имитировал недалекого простачка, который в силу своего скудаумия не может ответить на элементарный уточняющий вопрос. А у вас идет карта от какого банка? Да там не указана карта, от какого банка карты. У меня карты несколько. Какой карты? Какая карта вообще есть? У меня несколько карт есть. Отчаявшись узнать наименование банка, оператор попробовал зайти с другой стороны. Человек, еще недавно интересовавшийся, с какой карты произошло списание, трансформировался в специалиста из бюро ремонта телефонных линий. Вы сейчас звоните в бюро ремонта телефонных линий компании Ростелеком и техническая поддержка. У нас не производится списание с карт, у нас если только производится оплата за лицевые счета. 12 тысяч. Ну, указан был телефон 8-99-20-150-843. У вас же подключены услуги от компании Ростелеком? Нет. Это не подключены. Вы сейчас звоните в техническую поддержку компании Ростелеком. Тогда позвоните, пожалуйста, в банк, карту, где вы получали. Не получив сведения о банковской карте и осознав, что развести нас на якобы оплату за лицевой счет Ростелекома не получится, разговор с нами свернули. В справедливости ради отметим, что наш звонок получился небесплатным. Оказалось, что телефон, на который мы звонили, зарегистрирован в Свердловской области у мобильного оператора RT Mobile. Это говорит о том, что даже не попавшись на удочку мошенников, человек в любом случае потеряет деньги, поскольку позвонит в другой регион. Кроме того, номер, по которому вы звоните, может оказаться платным, и минуту разговора будет стоить вам очень и очень недешево. В целом, схема противодействия мошенникам проста. Основывается она на бдительности. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойно, уверенные вопросы могут опугнуть у мошенников. Через два часа после первого телефонного разговора мы еще раз попробовали позвонить по номеру, указанному в СМС-сообщении, и услышали в ответ металлический голос автоответчика – ваш номер в системе не зарегистрирован. Это может говорить о том, что кто-то, в отличие от нас, попался на уловку, и этот номер мошенники списали в утиль, как выполнивший свою миссию. Юрий Бумур, Никита Васильев, Руслан Попов, Илья Чечен, телеканал «Пилот».